Есть определенные подвижки даже не на уровне Москвы, а периферии в плане строительства тех же спортивных объектов. У нас действительно по стране появляются достаточно современные спортивные объекты, ледовые дворцы, бассейны, дворцы спорта. Иногда даже в районных центрах это можно наблюдать. И некоторые госкорпорации, претендующие на звание национального достояния, не будем называть их, они тоже делают определенные вещи полезные в этом направлении. Но тем не менее, если в Советском Союзе было такое понимание, что да, нужны олимпийские рекорды, но нужен тоже массовый спорт. И по крайней мере на определенных стадиях развития нашей страны такая политика проводилась. То сейчас, наверное, как-то этого меньше понимания есть. То есть весь приоритет к медалям, переживания по поводу медалей, но, наверное, все-таки это не главное. Это, конечно, хорошо, это гордость, но в целом задача, как сказать, что как можно больше людей поведали здоровый образ жизни и занимались тем, что им нравится. Здесь, мне кажется, есть поле для поддержки каких-то таких абсолютно массовых, может быть, даже непрофессиональных и абсолютно недорогих вещей по массовой физической культуре спорта. Спасибо.